Друзья, всем привет! В этом ролике будет очередной эксперимент от меня. Я буду спускаться на карабине через узел УИАА. Да. У меня на канале было несколько всяких разных экспериментов, я на чем только не спускался. Если кому интересно, ссылка будет на плейлист сверху справа. Смотрите, комментируйте, ставьте лайки. Вот. Буду спускаться не так, как спускаются спелеологи или пожарные. А буду спускаться, как положено, в промышленном альпинизме. Короче, перестрахуюсь на 10 раз. Буду спускаться на двух веревках, застрахован буду каплей. Вот. В общем, такой будет видосик. Всем пожелаю приятного просмотра. Поехали! Итак, нахожусь я на своем импровизированном полигоне, который у меня был в предыдущих трех роликах. Что нам понадобится для спуска на карабине? Ну, во-первых, нам понадобится вот такой вот карабин грушевидный. Я все время думаю, нахрена вот он нужен? Для чего, точнее говоря, вот такой вот формы карабин? А вот как раз для узла УИАА. Кстати, согласитесь, да, вообще странное название узла. Кто ему дал такое название из четырех букв? Назвали бы как-нибудь там десятка, двенашка, тринашка, я не знаю, да? Почему УИАА? Напишите в комментариях, кстати, мне интересно будет почитать, что за вообще, ну, по-моему, нелепое такое название. Также по-другому этот узел называется, по-моему, итальянский. Сейчас съехал в маршрутке, читал в Википедии узел пожарного, итальянский узел и так далее. Там много имен у него. Так, вот, короче, беру грушевидный карабин, теперь я знаю, для чего он нужен. Каплю с усами беру. На всякий случай десантер, на всякий случай, он сбоку у меня будет висеть, хрен его знает. Каска. Вчера был стрим, кстати, вот три имени на каске добавились. Вот здесь вот. Да, каску беру для того, чтобы камеру закрепить. Наколенники. Перчатки я себе так и не купил. Опять забыл, как всегда. Буду в дырявых, короче, работать. Обвязка моя, Ring Phantom. Веревку беру вот такую вот. Старая-старая веревка. Я на ней уже давно работаю. Она у меня используется как страховочная. И несколько протекторов. Вот, собственно, все. Сейчас все это беру, поднимаюсь наверх и начинаю наш эксперимент, друзья. И еще, знаете, что хочу сделать? Вот такой у меня самый бюджетный дешевый амортизатор Рывка. Лапчево. Он как бы сертифицированный по EAS. Тут два ГОСТа. Тут таможня какая-то. Длина метр шестьдесят. Так, производство девятнадцатый год. Срок службы десять лет. Так написано. Вот. Его сейчас вмонтирую вот в эту страховочную цепь. ВУЗ. Вот сюда вот его, наверное, прицеплю. Сюда восьмерку привяжу. И карабину. Я не знаю, как удобнее-то на самом-то деле. Если, допустим, капли вешать, то у меня обычно тут ведро висит. Он будет все время мешаться около ведра. Да, наверное, вот ближе к себе его прицеплю. К своей грудной точке он у меня будет. Удобно это, неудобно, не знаю. Но, тем не менее, в цепи вместе вот с таким вот зажимом должен быть амортизатор. Сейчас, короче, сделаю его. Ну и все. Супа, поехали. Так, все. Вот так вот теперь будут выглядеть мои усы. С амортизатором рывка. То есть карабин, амортизатор, восьмерка. Восьмерка, карабин и капля. Мне кажется, немножко длинноватые они получились. Я думаю, сантиметров где-то семьдесят, да? Надо бы еще покороче сделать. Но, мне кажется, так будет неудобно. Но посмотрим. Сейчас вот пока что вот на такой длине я просто укоротил ус. Вот здесь вот перевязал немножко восьмерку. Здесь вот ушко большое мне получилось. Надо будет поменьше его потом сделать. Ну, петлю вот эту. Но сейчас попробую спущусь. Вообще, будет ли мне так удобно работать, когда амортизатор будет у меня на груди, так сказать, около меня належать. Но посмотрим. Потом, в случае чего, еще укорочу, да и все. Вот настолько, чтобы было сантиметров сорок пять хотя бы. Ну, как-то так. Короче, все, амортизатор рывка теперь у меня есть. Можете меня поздравить в цепи страховочной. Все, все, поднимаю наверх. Поехали. Так, ну поехали. Все буду показывать от первого лица. Все, я поднялся. Сейчас пока поднимался по лестнице, веревка разбухтовалась. Ванька, Вань, если ты этот ролик смотришь, бухтуй, пожалуйста, веревки как положено. Я понимаю, опыта мало, но тем не менее. Сейчас внес, и капец, она вся разбухтовалась. Так, вязаться буду к этим же опорам, где и в прошлом ролике. Так, все, веревки готовы. Протекторы готовы. Отлично. Все, мы привязаны. Можно висеть на этих веревках в вечности. Так, привязи я свой отдел страховочную. Четко, наколенники обязательно надел, потому что вот эта херня острая. Десантер вешаю сюда себе. На всякий случай пусть будет. По поводу точки D я сейчас покажу, что я хочу сделать. Смотрите, узел, а? Будет у меня вот этот грушевидный карабин заводиться. Соответственно, у меня точка крепления вот такая. Короче, я сделаю вот так вот. Вот так я сделаю, чтобы... А иначе, короче, вот так вот она будет. Вот этот карабин. Я, короче, сделаю вот так вот. Так удобнее. Есть. Так, основной карабин. По классике. Муфтой к себе защёлкой вниз. Пацаны, да? Правильно же делаю? Прежде чем выйти на парапет, страхуемся. Капля. Вместо страховки у меня. Цепляем на страховку. Обязательно перед тем, как зацепить её, смотрим, чтобы вверх это был вверх. Потому что бывает в жару, когда делаешь пять спусков на стекломое, ну, к примеру, да, просто реально там уже башка не соображает. Всё. Ну, повесили, проверили на всякий случай. Вверх-вниз. Есть. Есть. Всё, я застрахован. Так, только знаете, чё? Мне удобнее вот так, наверное, сделать. Вот так вот. Так, есть. Всё, я застрахован. В грудной своей точке. На, как замечательные мои капли. Всё, забираемся на парапет. Опа. Садимся на него. Так, сейчас я верёвку, по которой будет спускаться, поближе подвину. Вот так вот. Вот так вот. Всё, видите? Как чётенько всё. Вот этот вот парапет. Всё в протекторе. Здесь также должно быть. Я поближе подвину немножко. Есть. Надо было жумар ещё взять. На жумаре сначала вывеситься, да? Раз у меня капля едет вниз, надо было сначала на жумаре застраховаться. А потом свеситься и перецепиться на каплю. Ну, вроде не едет нормально всё, да? Всё чётко. Ну, всё, чё, пацаны, давайте пробовать. Эксперимент. Десантер взял. Пробуем спуститься с 7-метровой высоты на узле УИАА. Так. Ещё пробуем. Так, знаете, как... Их несколько способов. Есть вязание узла. Вот этого замечательного. Мы с вами... Сейчас я ехал в Википедию смотрел, там картинки смотрел. Я сделаю как в картинке. Так. Вот так вроде там, да, нарисовано. Всё, устёгиваем сюда. Что ж такое? Есть. Узел затянулся. Да? Он же вроде узеловый, а? Да? Да? Всё, муфтуем. Так как веревка будет... Да, всё чётко идёт. Так как веревка у меня будет выходить справа. Справа, видите, свободный конец будет выходить. Муфта должна быть слева тоже в Википедии. Если бы она была здесь, она бы разбухтувалась. Так, эта муфта у меня правильная. Эта тоже правильная. Всё. Так, немножко надо поближе узел подвинуть, да? Или знаете, что я сейчас сделаю ещё? Экспериментов я ставил много. И на корзинке даже спускался. Вот. Я знаете, что сейчас сделаю? Я, наверное, застрахуюсь-ка. Как бы это сделать? Сейчас, подождите. Чтобы при спуске сейчас она у меня не ехала. Так, что ли, сделать? Как я потом развяжу его? Так, сейчас дайте подумать, ребят. Чтобы при спуске мне не съехать далеко. Так, а если мы сделаем так вот? Херня, да? Ладно, что? Что гадать думать-то? Буду спускаться сейчас и держать верёвку. Как тогда на корзинке я спускался. Да, что гадать? Всё. Это сделали. Застраховаться у меня что-то не получилось. Сейчас попробую в навеске это сделать. Всё, держу этот конец. Протектор. Всё, поехали. Ой, батюшки. Когда-нибудь у меня эти эксперименты... Добро мне кончится. Натяжечка пошла. Всё чётко. Капля морзатора, рывка. Я вешу на узле ИАА, друзья. Ништяк, да? Вот так, смотрите, главное не едет. Вот так едет. Так не едет. Прикольно. Ну вот смотрите, а как вот, допустим, вот, если мне надо остановиться? Чё, если сделать вот такой вот узел? Херня, да? Или он затянется сейчас? А, ну вот, в принципе, я застрахован. Всё. Травит, конечно, но не так сильно. Фух, круто. Теперь бы его ещё... А, просто выдергиваем, получается. И всё, и едем. Прикольно, слушайте, довольно-таки. Вообще нормально. Опа! Слушайте, мне понравилось, прям реально. Знаете, типа эффект восьмёрки, короче. Как на восьмёрке на спусковухе спускаешься. Прикольно. Это я сейчас спустился на двух верёвках со страховкой. А, допустим, пожарные, спасатели делают это на одной верёвке вообще. Ну, им там некогда, надо быстро действовать, некогда им кидать две верёвки. Всё, спустился. Всё вроде бы чётненько, всё без нарушений. Да. Сейчас, наверное, ещё хочу попробовать, попробовать застраховаться. Да, пойдёмте попробуем. Наверх. Сейчас. Я имею в виду, перед выходом застраховать этот узел. Всё делалось немножко быстрее, без пояснений. Опа. Есть. Так. Есть. все четко ну давайте попробуем так сейчас вымерю да вот так давайте попробуем на тот же узел которые ниже делал ну как сейчас привяжем поехали ни хрена херня все натяжечка не получается мне застраховаться ну ладно бог с ним все я считаю что эксперимент удался за исключением страховки все чё поднимаюсь наверх отвязываю веревки бухтую складируя снаряжение такой вот ребят получился у меня эксперимент небольшой принципе он удался узел мне кстати понравилось короче эксперимент удался жду от вас комментарии ставьте не забывайте лайки такой вот видосик все до следующих встреч скоро увидимся на канале с вами был дмитрий с канала дневник альпиниста всем крепких веревок контролируемых спусков друзья всем пока